Глубоко уважаемый Алексей Степанович, глубоко уважаемые коллеги, задача моя достаточно понятна и проста, с одной стороны, с другой стороны, она неоднозначна. Фактически, мы должны обсудить то, что обсуждается на протяжении 30 лет последних достаточно широко, поговорить о преимуществах и недостатках гемитиридоктомии, в той ситуации, когда подавляющее большинство рекомендаций клинических рекомендует выполнять тиреидоктомию. Давайте по этому поводу подискутируем. Мне кажется, место моего доклада – это, в принципе, такая пачка дров в нашу дискуссию, потому что все не так однозначно, как кажется, особенно если посмотреть на Восток. Почему на Восток, потом объясню. Мы абсолютно точно с вами знаем, что после тиреидоктомии у нас есть уникальная возможность очень достоверно, точно, прицельно наблюдать за нашей опухолью. Это по уровню тиреоглобулина в крови. Плюс к этому единственный способ дать пациенту возможность получить радиотерапию после операции – также выполнить тиреидоктомию. Два понятных тезиса. В том случае, если нам действительно необходима радиотерапия, а это не все пациенты, к сожалению, точнее, к счастью для пациентов, и монитор за пациентами с помощью тиреоглобулина – это хорошо очень, безусловно, но высокочувствительные ультразвуковые аппараты, которые на сегодняшний день существуют, позволяют регионарные рецидивы достаточно рано определять. Отдаленные метастазы в подавляющем большинстве случаев, если мы говорим про дифференцированный рак, мы можем определять с помощью КТ, ПЭТ, КТ с контрастированием. Также мы знаем, что при тиреидоктомии существуют некоторые риски. Риски повредить возвратные нервы, их целых две штуки, когда ты выполняешь тиреидоктомию. При гемитиреидоктомии этот риск в два раза ниже. И существуют четыре околощитовидные железа, которые мы также рискуем не повредить, а нарушить их питание, что может привести к гипопаратериозу послеоперационному. Чаще всего, понятное дело, транзиторному, но это все равно не очень приятная ситуация для пациента. Ну и относительно такое замечание, что тиреидоктомия имеет действительно большую длительность, чем гемитиреидоктомия. С другой стороны, у нас нет сомнений по поводу того, какую операцию выполнять. На самом деле я забыл говориться о том, что в принципе я буду разговаривать о дифференцированном раке щитовидной железы. В основном популярном, потому что медулярная карцинома однозначно, все пациенты получают тиреидоктомию из центральной лимфодисекции. Тут мнение всех ассоциаций, тиреидологических, онкологических, всего мира, в общем, единогласно. Ну и при анапластической карциноме объем операции не играет решающей роли для прогноза этих пациентов. Поэтому мы говорим про популярную карциному. Нет сомнений, что мы будем выполнять у пациента тиреидоктомию в том случае, когда есть подозрение на двустороннее поражение, то есть мультифокальную опухоль. Есть агрессивный гистологический вариант, ТЛЦЛ, клеточная карцинома, в части случаев цитолог может это сказать до операции. Есть признаки экстратиреидного распространения опухоли. Есть пораженные лимфоузлы, либо отдаленные метастазы. Плюс, если в анамнезе у пациента есть облучение в детстве или в семейный анамнез, собираем и узнаем, что у кого-то из родственников был рак щитовидной железы в прошлом, это тоже повод выполнить тиреидоктомию, не задумываясь. И появляются сомнения тогда, когда мы видим перед собой молодого пациента с маленькой опухолью, который не выходит за пределы щитовидной железы. Мы знаем, что это типичный популярный рак и нет никаких факторов риска. Какие факторы риска существуют в настоящий день? Однозначно доказано, что пациенты к группе высокого риска относятся старше 45 лет и младше 15 лет. Мужчины относятся к группе высокого риска. Пациенты, имеющие местные либо отдаленные метастазы, размер опухоли больше 4 см, ну и дифференцировка снижена. Что рекомендует американская самая, как говорил Анатолий Филиппович, известная, самая весомая ассоциация тиреидологов в мире? Они действительно оставляют маленькую лазейку для гемитиреидоктомии, всего лишь узкую щель. Это пациенты с опухолью меньше 1 см, которые единичные, не выходят за пределы щитовидной железы. Остальным всем рекомендуется выполнять тиреидоктомию. Это говорят рекомендации американские, а вот американская практика показывает немножко другую ситуацию. Если посмотреть несколько работ, выполненных американскими авторами, то складывается немножко другая картина. Например, в одной из работ, выпущенной из клиники Мемориального госпиталя Нью-Йорка, показано, что есть место гемитиреидоктомии в их практической деятельности. Причем размеры опухоли доходили до 4 см, как в группе с гемитиреидоктомией, так и в группе с гемитиреидоктомией. И какие же были результаты? В целом, специфическая выживаемость очень хорошая, она приближается к 100% 20-летняя. Какие факторы влияли на выживаемость? Однозначно доказано, что возраст и пол. То, что касается объема оперативного вмешательства, это последняя строчка, гемитиреидоктомия и либо тиреидоктомия, нет никакой достоверной разницы в выживаемости этих пациентов 20-летних. Тут более подробно это все расшифровано. Показано, что не только выживаемость не отличается, но фактически и возникновение местных и отдаленных рецидивов сильно не отличается в этих двух группах. Ну а на этом слайде показано, что выживаемость гемитиреидоктомии от тиреидоктомии тоже фактически принципиально не отличается. Очень хорошая и колеблется в районе 90%. Какие же выводы делают авторы из своей работы? Что фактически объемом операции гемитиреидоктомии или тиреидоктомии должен выбирать пациент. Если опухоль до 4 см не выходит за пределы щитовидной железы, нет отдаленных метастазов, надо с пациентом обсудить этот вопрос, предложить ему такую операцию. И эту операцию пациент сам решает, что он хочет. Иметь вторую долю щитовидной железы, если не будет рецидивов в дальнейших, вопрос по поводу супрессивной терапии и тиреидоксина тоже будет под вопросом, и в этом случае он в принципе будет независим от тиреидоксина. Либо удалить всю щитовидную железу, гарантированно не иметь рецидивов, точнее вероятность рецидива меньшую, оставлять это на выбор пациентов. Вторая работа. Тут тоже достаточно большой был, большая когорта пациентов, 13 тысяч пациентов проанализировано. В данном случае, на что бы я хотел обратить внимание, действительно количество усложнений достоверно отличается между тиреидоктомией и гемитиреидоктомией. При тиреидоктомии уровень гипопаратириоза выше существенно, это понятно. Странно, что вообще при гемитиреидоктомии у них выявляется гипопаратириоз. Обычно двух оставшихся желез, неповрежденных с другой стороны, достаточно для того, чтобы кальций оставался нормальным. И то же самое касается порезов возвратного нерва. Достоверное отличие практически в два раза. Следующая работа. 22 тысячи пациентов проанализировано, которым выполнялась и гемитиреидоктомия, и тиреидоктомия приблизительно в равном количестве. Посмотрите, размеры узлов и в той, в другой группе доходили до 8 сантиметров. Гемитиреидоктомия 8 сантиметров. Кто-нибудь из нас сделает такую операцию вот сейчас здесь? Думаю, что нет. Какие же результаты? Превосходность. Специфическая выживаемость не отличается. Практически линии совпали между собой при гемитиреидоктомии и тиреидоктомии. Однако, надо не забывать, что существует мультифокальность при попеллярном раке. Она достаточно часто встречается. По данным разных авторов, она колеблется от 40, данное исследование до 60% в отдельных возрастных группах. Чаще всего она бывает не односторонняя, а двусторонняя, что, в общем, заставляет нас по другим углом зрения взглянуть на эту проблему. Так ли часто очаги в другой доле реализуются в опухоль? Как бы мы могли предполагать, если учитывать, что там по меньшей мере у 40% есть в контрлатеральной доле очаги попеллярного рака. Мы делаем гемитиреидоктомию в половине случаев, как американцы предлагают. И после этого очень редко бывают местные рецидивы. Очень редко в противоположной доле появляется очаг попеллярного рака. Не так часто, как бы мы ожидали. От чего же зависит вероятность рецидива опухоли? Ну, есть прямая зависимость от размера опухоли. И она четко показана в данном исследовании. Чем больше опухоль, тем больше вероятность рецидива. А вероятность рецидива от объема операции отличается, безусловно. Но больше рецидивов при гемитиреидоктомии 10%, а при тиреидоктомии 8%. Существенна ли эта разница? Не уверен. И выживаемость фактически так же не зависит от того, какую операцию мы выполнили, тиреидоктомию или гемитиреидоктомию, а зависит в первую очередь от размера первичной опухоли. Промежуточные выводы, скажем, о том, что пациентам с маленькими опухолями, без удаленных метастазов, без пораженных лимфоузлов, вполне возможно выполнять гемитиреидоктомию с хорошей выживаемостью и с малой вероятностью рецидивов. Осложнений при этой операции меньше, безусловно. Рецидивы возникают крайне редко, в противоположной доле это 5%. Это все опыт не наш, это опыт заграничных товарищей, а можем ли мы сами что-либо по этому поводу сказать? У нас сейчас в центре есть уникальная возможность, с нами работает Елена Аркадьевна Валдина, которую сейчас уже Алексей Степанович вначале говорил. И мы провели такую маленькую работу под руководством, под идейным вдохновением, вдохновительством Елены Аркадьевны. Мы попросили ее поднять в свою старую картотеку, она, как настоящий педантичный ученый, вела картотеку все это время. Нам удалось проследить судьбу 331 человека, которые были прооперированы в подавляющем большинстве случаев вне онкологии в стенах этого учреждения. Меньшая часть медсанчасти номер 70. Срок наблюдения был около 20 лет средний за этими пациентами. Максимальный срок наблюдения одного пациента 57 лет. Соотношение между мужчинами и женщинами нетипичное. Обычно мужчин все-таки меньше, чем женщин. Но вот в нашей выборке этих пациентов оказалось странное соотношение. Один к двум фактически. Средний размер опухоль достаточно большой, 38 мм, практически 4 см. Сейчас средний размер опухоли в районе 2 см. Чтобы было понятно, какие пациенты приезжали вне онкологии, на этом слайде часть этих пациентов представлена. То есть таких товарищей сейчас увидеть очень редко можно. Как мы обследовали этих пациентов? Физикально смотрели, выполняли все музеи щитовидной железы. При подозрении на рецидив местной либо региональной делали тонкую гольную испирационную биопсию. И все гистологические препараты первичные мы постарались пересмотреть в рамках нашего учреждения одним гистологом. Какие особенности в лечении этих пациентов в тех далеких лет можно выделить? Широко используются органосохранные операции не только гематериодектомии, но и резекция доли, субтотальная резекция щитовидной железы. Практически не применялась центральная лимфодисекция. И радиотерапия использовалась крайне редко. Всех пациентов мы разделили на три группы. Это те пациенты, у которых не было рецидива опухоли, их подавляющее большинство. Возник рецидив опухоли, но он не привел к гибели пациента. Это вторая группа. И третья группа – это пациенты, которые умерли от прогрессирования заболевания. Их было около 10%. Обращает на себя внимание какие особенности? Чем больше размер опухоли, тем больше вероятность того, что пациент умрет от прогрессирования заболевания. Первичная опухоль была самая большая именно в этой группе пациентов. Но и чаще были отдаленные метастазы, естественно, тоже в этой группе пациентов. Мы попытались найти какие-то корреляции между морфологическими особенностями опухоли и клиническим течением этой опухоли. Посмотрели четыре признака. Мультифокальность, наличие самомных телец, лимфоидную инфильтрацию и наличие солидного компонента. Оказалось, что прогностическое значение, по большому счету, играет только солидный компонент. Папиллярная карцинома с солидным компонентом протекает намного хуже, чем бизонова. Это действительно тот признак, который можно использовать в клинической практике. Мультифокальность и наличие в самомных телец не играют никакой роли. Какие же операции выполнялись в этих трех группах пациентов? Всевозможные. Можно так в общем охарактеризовать объем операций. Мы их поделили условно на четыре группы. Это пациенты, которым выполнялись различные виды органосохранных операций, резекция щитовидной железы. Там, на самом деле, несколько было пациентов с аннуклеацией узла вообще в принципе, с хорошими отдаленными результатами. Резекция, естественно, одной долей выполнялась геми-тереодектомией, субстальной резекцией. Это все вот в этой группе. Резекция щитовидной железы с какими-либо лимфодисекциями шеи – это вторая группа. Третья группа – тереодектомия. Четвертая – тереодектомия, дополненная различными видами лимфодисекции. Если посмотреть, то в группе пациентов с органосохранными операциями летальный исход был около 10% случаев. При группе стереодектомии и тереодектомии с лимфодисекциями чаще это встречалось, 12-15%, соответственно. Что говорит не о том, что эти пациенты из-за объема операции умирали чаще, а, видимо, о том, что первоначально опухол была большего размера, больше распространенности, поэтому вероятность умереть у этих людей больше. Объем операции не оказал никакого влияния на судьбу этих пациентов. И специфическая скорректированная выживаемость этих пациентов оказалась достаточно высокая, 30-летняя. Мы посчитали, это было 88% для мужчин и женщин вместе. Ну и такие наши короткие выводы о том, что самым главным фактором прогноза является размер опухоли, безусловно. Наличие солидного компонента также играет роль в плохом течении пилярного рака. И отдаленные результаты хирургического лечения в этой работе практически не зависели от объема оперативного вмешательства. Это не значит, что всем надо завтра делать гематериодектомию. Это значит, что нам, центрам, которые прицельно занимаются лечением этих пациентов, надо собраться вместе и договориться, в каких случаях мы будем в качестве, ну не эксперимента, а может быть какую-то контрольную группу, в которой мы начнем выполнять гематериодектомию, анализировать эту ситуацию. И потом уже на основании полученных наших собственных результатов попытаться изменить наш консенсус. Потому что на сегодняшний день наш консенсус российский является калькой, то есть переводом дословным европейского консенсуса. Там нет ни одного предложения наших экспертов, фактически это прямой перевод. Я говорил о том, что надо посмотреть на Восток. Почему? Дело в том, что все это время, пока Запад ужесточал показания к оперативному лечению популярного рака, аналогии, может быть, здесь уместны в этом отношении. Восток жил своей собственной жизнью, на всех мировых конференциях докладывал о том, что они выполняют гематериодектомию у пациентов до 4 см, не выходящих за пределы щитовидной железы. Дополняют это действительно центральной лимфодисекцией, и логика у них очень простая была. Если у пациента с популярным раком чаще бывают регионарные рецидивы, нежели местные, почему мы делаем агрессивную операцию на органе, на самом, не дополняя это лимфодисекциями? У них логика очень простая. Чаще бывают пораженные лимфоузлы в процессе рецидива, регионарные рецидивы возникают, иначе нужно делать лимфодисекции чаще. Спасибо, Роман Анатольевич. Вы вот и сказали, у нас как бы это время. Пожалуйста, если можно, свет. Ну, наверное, присутствующий понимает, что лично мне вот мысли и те необходимые, вот если хотите, рекомендации, Романа Анатольевича очень понравились, потому что, мне кажется, они более взвешены, они основаны не только на вашем личном, так сказать, опыте, но и на литературных данных. Скажите, пожалуйста, присутствующих, есть ли вопросы к Роману Анатольевичу? Я почему, сейчас, одну секундочку, я почему об этом постоянно говорю, потому что в онкологии есть очень такие тенденции, постепенно во всем мире, если говорить о раках других локализаций, там молочной, ну даже известных, идет определенная тенденция к уменьшению объема вмешательства. Это связано, с одной стороны, с возможностью использования химии и лучевой терапии. Назову, наверное, в зале есть сегодня люди, кто знает известного европейского онколога Умберто Веронези, который был в свое время директором государства итальянского института онкологии, затем он создал институт Европы, он очень близкий друг Роберта Ванча Вагнера, и он первый в 60-х годах предлагал чрезвычайно расширенные операции при раке молочной железы, причем удаление не только акселярных лимфатических узлов, но и присколенных надключичных. На одном из последних заседаний Европейской Американской Ассоциации Онколога, АСКО, он вообще даже сказал, в некоторых случаях можно ограничиться не только секторальной резекцией, но лампэктомией. Я понимаю, что это, ну, чересчур такие резкие. И в этом отношении мне всегда как-то казалось, ну, не совсем, на мой взгляд, правильным, что при раке щитовидной железы вот как взяли, и эксерпации, и не более того. Причем вот этот консенсус, о котором вы говорили, это на самом деле европейский, но там онкологов мало, там и онкологов даже европейских мало, там эндокринологи. Я понимаю, пусть не обижаются, этот консенсус для эндокринологов всегда благодарны, они всегда остаются, как сказал Анатолий Филиппович, тиреотоксин не заменит тиреотоксин живую щитовидную железу. Поэтому это очень такой важный нюанс. И для меня было то, что вы уже и высказали, когда защищала докторскую диссертацию Елены Аркадьевны Валдина в этом зале, и она привела цифру. При наличии папиллярного рака с двухсторонними метастазами на шее и конгломератами узлов, пятилетняя выживаемость, я не помню, где-то 85-90% у оперированных больных со множественными метастазами. Коллеги, если есть небольшой высокодифференцированный рак щитовидной железы без метастазов, ну зачем делать эксерпазы? Ну я, по-моему, забегаю вперед. Если еще, если нет вопросов, у нас кококовый брейк, но до того... А, Ирина Викторовна, вы поднимали, я извиняюсь. Я бы хотела рассказать про кальцистанин и продолжение вашего разговора, тогда вашей темы. Кальцистанин, он подавляет лизис костей, на самом деле, да? То есть, если удалить полностью щитовидную железу, то кости, есть вероятность очень большая, что кости просто рассыпятся. И препарат для антибирования этого лизиса, один из препаратов, миокальцик, кальцистанин лосося. То есть, продолжение вашей темы, я за... Спасибо, Ирина Викторовна, я думаю, что мы вернемся, еще у нас будет время для дискуссий. Но перед тем, как мы перейдем к кофе-брейк, я хочу предоставить слово директору нашего института, Алексею Михайловичу Беляеву, который вернулся и не смог вас поприветствовать в начале. Дорогие друзья, дорогие коллеги, извините, что я опоздал на сегодняшний начало открытия. Так получилось, я очень рад, что сегодняшнее мероприятие проходит в стенах нашего учреждения. Так получается, что наше учреждение отводит этой проблеме тоже большое место, и мы хотим интегрироваться вот с нашими коллегами нашего города, нашей страны очень тесно, и как в клинических исследованиях, так и в научных исследованиях. Я надеюсь, что мероприятия научные, научно-практические наши научные сотрудники будут активно принимать в этом участие. Спасибо, я желаю сегодня плодотворной работы, и чтобы вам в стенах этого учреждения было комфортно. Спасибо. Спасибо, Алексей Михайлович.